Приветствую вас! Ну, вот вы пишете о том, что у вас есть чувство страха и тревожности, которые вы заедаете. Вот объективно, когда вы заедаете чувство страха и тревожности, а вы отвлекаетесь, то есть через еду, вы, по сути дела, избавляетесь из себя от негативных мыслей, которые присутствуют у вас, и которые выводят вас из, собственно говоря, состояния равновесия. И вот понимаете, в чем дело? Отвлечь себя, отвлекать себя, в принципе, можно чем угодно. То есть это и человеческие нагрузки, это и общение, это и деятельность какая-то, любая. Это и разнообразные другие мысли, которые вы могли бы использовать. Вот. Но правда заключается в том, что почему вы хотите именно замещать откуда у вас вот это вот желание именно заменить? Почему вы, например, не хотели бы, скажем, полностью избавиться от своих страхов, например? То есть вот с чем связано вот это вот ваше нежелание полностью с проблемой бороться? Смотрите, вы говорите, что вам хочется, чтобы вы чем-то заменили сладко. Допустим, замените вы сладко, скажем, чем-то другим. Но вы же понимаете, что по большому счету проблему вашу это не решит. Что бы вы ни делали и чем бы вы не заменяли сладко, все равно, если вы будете это делать не подконтрольно, а вы не можете делать это контролируемо, потому что у вас есть внешние факты, которые определяют то, что вы делаете. Так вот, если вы полностью проблему не уберете, то это также будет наносить вам определенный вред. И поэтому я рекомендовал бы вам подумать не о том, как заменить сладкое чем-то другим, а подумать-то другим, чем связано с его страха и тревожности. Давайте мы для начала скажем с вами так, что тревожность – это такое чувство, когда человек не способен, не может адекватно оценить то, что произошло в его жизни и изменения, которые произошли в его жизни, и не способен адаптироваться к тем изменениям, которые в его жизни произошли. То есть вы, по сути дела, просто-напросто не можете изменить свое поведение, может быть и вовремя, или может быть с необходимой долей быстроты в ответ на меняющиеся обстоятельства. И из этого возникает приводность, потому что вы вроде бы ведете себя так же, вроде бы поведение у вас такое, но при этом обстоятельства меняются, и поведение, которое на сих пор приносило вам, например, результат, переставить это делать. И из-за этого у вас возникает тревожность. Поэтому здесь нужно проанализировать все же, что с вами происходит, что меняется в вашей жизни, и здесь необходимо воспользоваться, например, когнитивной психологией, когнитивной терапией, допустим, как вариант, чтобы помочь вам адаптироваться в этих самых новых для себя условиях. И это является, ну, такой вот, знаете, первоначальной борьбой с тревожностью. Точнее даже не борьбой. Это неправильно сказать борьба. Не в борьбе дело. Дело именно в том, как вы будете реализовывать свое поведение. Это немножечко разные вещи. Теперь страх. Страх это в целом защитная реакция, естественная защитная реакция, которая является сама по себе правильной и верной, но когда ее уровень, когда ее сила достигает определенной величины, это начинает вас подавлять. И когда это вас подавляет, то вам, естественно, становится тяжело в этом страхе жить. Вы просто не ощущаете, что у вас, ну, например, что у вас какие-то вещи получаются, допустим, правильно, какие-то вещи получаются так, как вы хотите и так далее. Давайте подумаем. Вот чего вы боитесь. Что стоит за страхом вашим? Просто постарайтесь об этом подумать. Чего вы боитесь. И парадокс заключается в том, что вы боитесь недовольство с вами произойдет. Недовольство с вами может произойти. Парадокс заключается в том, что вы боитесь тех последствий, которые наступают за, вот именно за тем, чего вы боитесь. Но согласитесь, последствия – это не то, что вы чувствуете. Знаете, последствия – это немножко другое. Последствия можно исправить. Последствия можно научиться жить. Последствия можно обратить себе во благо. То есть, опять же, адаптироваться к ним. И тогда получается, что если вы справитесь со своей тревожностью, если вы сможете с ней жить, с тревожностью я имею ввиду, что вы сможете и жить со страхом, так, чтобы он у вас не вызывал каких-то негативных аспектов. И это, на мой взгляд, очень верное и хорошее направление для вас. Я предложил бы вам несколько средств для того, чтобы рационализировать хотя бы немного то, чего вы боитесь. Что это значит? Чтобы вы меньше испытывали негатива от ощущения страха. Первое средство, которое я хотел бы пригласить, заключается в том, чтобы вы представили себе вот ситуацию, которую вы боитесь. Представили ее себе и потом досконально попробовали бы подумать, как бы вы себя в ней вели. То есть, условно говоря, вот ситуация произошла, уже она случилась, от вас требуются определенные действия. Соответственно, что вы будете делать? Как вы будете поступать? Как вы будете поступать? Это вот такой очень важный аспект подхода к адаптации. И именно к адаптации, не подавлению, не борьбе со страхом, а именно адаптации к страху. Понять, что я буду делать, если нежелаемые для меня обстоятельства наступят. Допустим, это вы сделали. Теперь давайте подумаем так. Следующее. Если обстоятельства сегодня наступили, да, то подумайте, насколько они для вас страшны. Так ли они страшны для вас, как вы их себе представляете? Точно, вот очень важный момент. Оцените реальный негатив от последствий, которых вы боитесь. Настолько ли они для вас страшны, как вы сейчас, например, думаете? Как вы сейчас, например, полагаете? Ну и наконец, последнее. Последнее. Это то, что касается, как бы, предвосхищения. Предвосхищение возможностей наступлений негативных последствий. Спросите, пожалуйста, себя. Постоянно спрашивайте себя, наступило ли то, чего я боюсь. И если нет, то чего переживать? Если это еще не наступило. А если что-то случилось, то со мной ли это случилось? Ну, по аналогии, например, что вы боитесь аварии, то увидеть аварию вам уже страшно. Но вы задаете себе вопрос, с вами эта авария произошла или нет? А если с вами произошла, то как тяжелые ее последствия? А если последствия наступились, то вам делать в этих последствиях? Вот так вы будете рационализировать свой страх. И не подавлять его, а учиться данную энергию обращать себе во благо. Не пытайтесь, не пытайтесь убежать от того, что у вас такое. Проблему эту не решить, к сожалению. Ну, то есть, я вам сказал, чем можно заменить, чем можно заместить сладкое. Но, по большому, все эту проблему это не решить. Старайтесь все же вопреть именно в корень, в корень проблемы. И тогда это будет более эффективно для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok